Этой весной от паводков пострадали многие районы Мордовии, Рузаевка в их числе. Людмила Учайкина живет на улице Луговая уже давно. Для нее такие подтопления, конечно, не сюрприз. Но в этом году даже ее удивила сила стихии. Вода с такой селищи пошла, все эти мешки оттуда выбила. И такой фонтан, журчащий, сильный, сразу вода по всем странам прибежала. Началось все ночью и к утру только усиливалось. Ходили в гидрокостюмах, чтобы хоть как-то спасти свой участок. Дом не пострадал, потому что новый. Да и строли со знанием, что топит ежегодно. Залило только подпол. Там вода стояла около трех недель. Но совсем без потерь не обошлось. Фундамент новый, стены новый. Но очень сильно пострадал баня. Она и так была уже старая. Но от того, чтобы вода долго стояла, еще сильнее вся потрескалась. И сын был вынужден все сломать и вот сюда вывезти. Сейчас вот он там нулевой цикл дам, будем строить новую баню. Фундамент для нее уже есть. Восстанавливаются своими силами. В администрацию города решили не обращаться. Помогла страховка. Они возместили чуть больше 70 тысяч ущерба. Людмила Михайловна вспоминает, что в огороде воды было по пояс. Несмотря на это, урожай все-таки поспел. Долго вода стояла. 1 июня или в начале июня посадили картошку. Не хотели сажать, брали. Хотели на химаши уже заказывать там три сотки. Но потом водичка тихонько ушла. С пахом, таблоком посадили. Картошка выросла прям хорошая. Потому что где-то у кого-то сухо было. А у нас слава богу. Одного из местных жителей эта проблема тоже коснулась. Настолько, что не выдержал и написал заявление в прокуратуру. А ведомство, в свою очередь, внимательно подсчитало всех пострадавших и ущерб. Розаевская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению местного жителя о подтоплении территории его домогладения талыми водами. Установлено, что в нарушении требований законодательства администрации городского поселения Розаевка не приняты меры по водоотведению талых вод, утилизации бытового мусора и отходов на земельных участках, расположенных вдоль автодороги по улице Титова, улице Фурмного в Розаевке. Это послужило причиной подтопления нескольких территорий домогладений. Правоохранительные органы заявляют, что администрация города никаких мер по устранению проблем не приняла. Поэтому главу Розаевки и решили наказать штрафом. В мэрии же утверждают, что с дренажной системой все в порядке. Каждый год проверяется и чинится. Просто такого сильного потока воды она не выдержала. Мы занимаемся прочисткой, углублением, формированием берега на данных узлах. Это ежегодные мероприятия. Да, иногда природа идет более сильным начиском, чем мы ожидаем. Из-за этого получаются ситуации, когда водоотводная канала переливается. Но в эти моменты рядом находится спецтехника, которая все возможные усилия предпринимает, чтобы этого не случилось. Ксения Бебенова, Игорь Гангаев. Наши новости.